Наказы избирателей депутатам парламента. Размер предельно величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно. Порядок выпаса в содержании перегона домашнего скота. Эти и другие важные для республики законы и изменения в них обсудили сегодня депутаты парламента на очередной 38-й сессии Народного собрания. Предложения и решения депутатов выслушала Мадина Каракетова. На повестке дня 15 вопросов, охватывающих социально-экономическую и политическую жизнь Карачаева Черкесии. Депутаты обсудили изменения в закон о статусе лиц, замещающих государственные должности в республике, рассмотрели несколько законопроектов, относящихся непосредственно к депутатской деятельности, касающихся рабочих моментов органов муниципальных образований. На нескольких законопроектах депутаты акцентировали особое внимание. Заместитель председателя парламента Карачаева Черкесии Муса Экзеков выступил с докладом о порядке работы с наказами избирателей депутатам Народного собрания. В ходе избирательной кампании кандидаты встречаются с своими избирателями, в ходе которых избиратели задают кандидатам различные вопросы, обращаются с различными просьбами и предложениями, которые являются очень важными для общества проблемами. Законопроектам предлагается новая форма сотрудничества граждан и депутатов Народного собрания в решении обозначенных проблем и вопросов. Данный законопроект будет эффективным, потому что само активное участие избирателей в реализации их же предложений, их же просьб во взаимодействии с самими депутатами будет очень важнейшим явлением в воплощении тех просьб, тех предложений, которые они задавали в ходе избирательной кампании кандидатам. Это повысит эффективность работы депутатов и доверие к ним граждан, считает Муса Экзеков. Приняли в первом чтении депутаты из законопроекта о размере предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно. В 2022 году он составит 14 854 рубля 50 копеек. Один из вопросов, рассмотренных сегодня депутатами Народного собрания, закон о содержании, перегоне и выпасе сельскохозяйственных животных на территории Карачаева-Черкесии. Он предлагает владельцам сельскохозяйственных животных предоставлять о них сведения в администрации сельских поселений, чтобы внести их в похозяйственную книгу. Необходимо это для установления личности владельца сельскохозяйственного животного при участии в ДТП бесхозно пасущегося скота, что в Карачаево-Черкесии, к сожалению, бывает нередко. И этому вопросу было даже посвящено большое совещание с участием депутатов, представителей правоохранительных органов и ветеринарных служб. Поправки к 45-му закону, помимо безопасности дорожного движения, обеспечивают и безопасность ветеринарную. На сегодняшний день, по словам председателя Комитета парламента по аграрной политике Марата Хубеева, это вопрос достаточно серьезный. И необходимо принять все меры предосторожности, чтобы препятствовать завезению и распространению опасных вирусов, которым продвижены сельхозживотные. Поправки также защитят интересы владельцев сельхозугодий. И от них много жалоб на то, что бесхозно пасущийся скот уничтожает весь урожай, а установить, чьи животные бесчинствовали на угодьях, зачастую не предоставляется возможным. Я надеюсь, что с введением этих поправок у нас статистика, я скажу так, печальная статистика с участием сельхозживотных на дорогах уменьшится. У нас будут меньше жалоб со стороны владельцев сельхозугодий на то, что их сельхозучастки становятся предметом набега со стороны бесхозно гуляющих сельхозживотных. Ну и, конечно же, мы учли, повторюсь, рекомендации управления ветеринарией по Карачаево-Черкесской республике, которые нашли отражение именно в этих поправках. Марат Хубиев рассказал, что в процессе подготовки поправок в закон была проведена большая работа внутри комитета с привлечением всех заинтересованных лиц. Прозвучало много интересных предложений, которые в последующем также будут обсуждены и, возможно, реализованы на законодательном уровне. Мадина Каракетова, Мухаммед Ишибуков, Вести, Карачаево, Черкесия.